Девушки отдыхают Препятствий в нашей игре довольно много, но преодолевать их лучше сообща, ведь сегодня у нас в игре семейные команды. Знакомьтесь, семья Горбатковых, зелёный цвет, Галина, Александр и Яна, семья Шараповых, Наталья, Ксения и Даша, и семья Шокиных, Александр и Серёжа. Напоминаю вам, что наша игра проходит 4 тура, 3 отборочных тура, в четвёртом разыгрывается суперприз, телевизор и DVD-приставка. Призы представлены компанией «Палар» уже более 10 лет, являющейся одним из ведущих производителей надёжной телевидеопытовой техники для российского потребителя. В 2003 году торговая марка «Палар» была достойной высокой награды бренд года 2003. Ну и напоследок я только остаётся представить моих друзей и помощников, клоунов, Сеню и Веню. Ну, а начинает нашу сегодняшнюю игру «Семья Горбатковых». Прошу вас пройти на старт. Кто же сделает первый бросок? Кому будет доверена эта высокая честь? Так, давай как-нибудь сделаем. Да, начинает игру Яна. Чудесно. Итак, зелёный. Молодец. Природа, пять. Буква К. Зелёный. Природа, К. И вот ваш первый вопрос. Как называют сибирскую сосну? Буква К под вашими ногами это... Кедр. Кедр. Это правильный ответ. Я поздравляю вас с удачным стартом. Мы продолжаем игру. Яночка, можно подойти чуть поближе. Ах, какой бросок. Какой результативный бросок. Синий география, пять. Буква А. Как складываются твои взаимоотношения с географией, Яночка? Хорошо. Хорошо? Сейчас мы это проверим. В первом тысячелетии до нашей эры кельты поселились в предгорьях и назвали естественную преграду высокими горами. Что означает... А. Время пошло. Альпа. Вы считаете, что это Альпа? Я петлина. Это Альпы. Наши аплодисменты. Ну что же. Хорошее начало. Только не один. Хорошее начало, но с другой стороны. И, в общем, категория вопросов, так скажем, не самой высокой сложности. Оранжевые искусства. Это искусство возникло в шестом-седьмом веках, когда композиции из цветов стали приносить в дар буддийским храмам. Вот такой комментарий. Ялочка, еще бросок. Синий. География. М. Упа. М. В этом независимом княжестве уже семь веков правит один род. Род Гримальди. Что это за несовмисимое княжество на букву М? Время пошло. Монако. Монако. Группа поддержки. Монако. Монако. Это Монако. Вместе с игроками. Это Монако. Говорит Яна. Это кому первым пришла эта версия в голову? Ей. Яне. Яночка, ты много читаешь? Я только не читаю. Или телевизор много смотришь? Я только не читаю. Клубки на путешествии. Телевизор много смотрит. Ну что же, мы продолжаем игру с семьей Горбатковых. Фу. Красный человек. Четыре. Буква. С. Ах, как благополучно выменовали вот это страшное пламя, в котором некоторым не очень везучим игрокам приходится иногда сгорать. Наука о строении в химическом составе развития животных и растительных клеток. На букву С. Что это за наука? Внимание, время. С. Не знаю. Чем занимается Галина? Домом. Домом. С детьми. Если бы мама Галина была биологом, она бы знала, что это... Есть у вас какие-то версии или нет? Наука о строении, химическом составе и развитии животных и растительных клеток. Цитология. Не успела. Я побоялась. Игра требует определенной степени бесстрашия. Ну, не бойтесь ошибиться. Ладно. Это лучше, чем ответить позже, чем требуется. Мы на какое-то время расстаемся с вами. Приглашаем на игровое поле семью Шараповых. Наталья, Ксения и Даша. Самый юный представитель семьи Шараповых. Так. Кидай. Ну что, Дашенька. Иди поближе. Поближе. Сейчас мы узнаем, счастливая рука у этого ребенка или нет. А, какая. Фиолетовый. Москва. Три. Буква. Т. Москва. Вы москвичи? Нет. Нет. Откуда? Город Сходня. Понятно. А вы чем занимаетесь? Я работаю в школе. Лицей номер один, город Сходня. А, лицей. Очень интересно. Это что за лицей? Это частный? Нет, это муниципальный лицей. Муниципальный? Общеобразовательный. А чем отличается от общеобразовательной школы? Ну, во-первых... Набором предметов? Да. Ну, может быть, набором предметов. А потом у нас есть специализированные классы, которые сотрудничают с Институтом новых образовательных систем. Это город Москва. Там определенная программа. Немножко углубленное изучение дается математике, физике, там, других наук, каких-то спецкурсами. Тоже занимаются дети. А в каком классе учатся, Ксения? В 10-м. В 10-м уже. И какие дальнейшие планы? Езжу в университет в Российскую международную академию туризма. Российская международная академия туризма. Это звучит. Понятно, что это параллельно со школой, да? Да. То есть лицеем. Она еще один университет. Так, и чему там учат в этой академии туризма? В данный момент экология. Экология туризма. Экология туризма, да? Сюда входит что? Ну, сюда входит, ну, например, когда идешь в поход, что нужно, как там вести себя, во-первых. Во-вторых, как строить базы отдыха. А там учат туристов убирать за собой. Ну, естественно. После выезда на пикник. Потому что наши поляны, наши какие-то там прибрежные зоны после нашествия туристов просто представляют себя нечто ужасное. Да. Ну, что, вернемся к нашей игре? Да. Даша, вернемся? Ну, конечно, какие смешные. Меня все время отвлекают. Дашка, настройся, пожалуйста. От тебя очень многое зависит. Ты же знаешь эту пословицу «устами младенца»? Да? Знаешь? Вот, вся надежда на тебя. Итак, этот переулок в районе Таганки раньше назывался «Чертов», а потом «Дурной». Вот, 1919 года он был переименован в какой? На букву «Т» в 15 секунд. В районе Таганки. В районе Таганки. Это за переулок. Версий у группы поддержки нет. Судя по тому, что... Как? Тимирязевский. Тимирязевский. Это товарищеский переулок. Вот, будем считать, что ваш старт на какое-то время откладывается. Семья Шохиных. Вот, кто сейчас начнет игру. Ну, кто же бросит? Наверное, Сережа. Сережа, давай. Сережа у нас... Сережа, можешь подойти поближе. Бросай. Повыше. О-о-о. Желтый. История. Шек. Буква «С». Вот ваш первый вопрос. Это самая длительная в истории человечества. Война проходила в средние века между Англией и Францией. На букву «С» это... Столетняя. Столетняя война. 1337-1453 годы. Какой у тебя умный дедушка, Сережа, а? Оранжевый. Искусство. Два. Буква «В». Это выпускница Берлинской консерватории была дочерью известного английского математика Буля. Но в конце 19 века она приехала в Россию, увлеклась революцией и написала роман об Артурии Бертоне. Кто эта писательница? Я думаю, Лилиан Войнич. Да, это Этель. Лилиан Войнич. Артур Бертон больше известен как овод, герой одноименного романа Войнич. Итак, Сергей Шохин в игре. Желтый. Опять история. Однако я чувствую, Александр, что вы себя довольно уютно чувствуете в теме «История». Это изобличает в вас любители исторических романов, не так ли? Так. Любите почитать про историю? Да. Желтый. История. Г. Это австрийская правящая династия, находилась на престоле с 1282 года. В начале они были герцогами, с 15 века эрт-герцогами, с 19 века императорами. Ну, правда. Это? Габсбурги. Это Габсбурги. Да. Игроки у нас сегодня палец в рот не клади. Сережа. Сережа Шохин. Ты, да, да. Словом выбрал историю. Желтый. История буква «Л». Сережа, стой сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вообще, конечно, надо ступить туда. Да, не надо. Довольно серьезный риск. Рыцари этого ордена проиграли Александру Невскому битву на льду Чудского озера, названную Ледовым побоищем. Назовите этот орден. Ливонский. Ливонский орден. Такие вопросы Александру Шокину просто как семечки. После разгрома Ливонский орден отказался от всяких претензий на северо-западные русские земли. И в этом главный итог победы Александра Невского. Просок. Вот так. Опять история. Шесть. Желтая история, шесть. Буква «Ч». Сережа, как это ты делаешь? А что, у тебя попадает только одна история? Стараться. Потому что я в жадике много думаю. Ты просто думаешь много? Да. А спортом ты занимаешься? Да. Для того, чтобы кинуть в соответствии с тем, что ты надумал? Под дорогой. А ну-ка, потрогаем. О-о-о. Это серьёзно. Сережа, какая ты станешь большим? Ты кем бы хотел стать? Я хотел бы тут работать. Тут работать? То есть на телевидении, да? Ага. А кем? Ведущим. Ведущим. Ну что ж. Как говорил Леонид Ильич Брежнев. Ведущий у нас уже есть. Молода Зелена. Ну что ж, мы продолжаем игру. Назовите особую форму оплаты труда половых лакеев, официантов и швейцаров. Это... Чаевые. Это чаевые, да. Ну что ж, категория сложности невысокая. Вам, Александр, и Серёжа очень везёт. Ещё один бросок. Оранжевый. Исныство. Я понимаю, почему Серёжа выбросил два. Клаб. Игрок перемещается на пять клеток вперёд. Серёж, что там такое в сундуке? Посмотри. Золото. Это золото. А что может быть приравнено к золоту в нашей игре? Это возможность продвигаться вперёд. В данном случае, это возможность продвинуться ещё на пять клеток вперёд. На целых пять. Вот, вот чего добился младший представитель семьи Шохиных. Оранжевый буква Б. Вопрос. Этот русский театральный художник оформлял многие спектакли для русских сезонов Сергея Дягилева, и среди них Шахерезада и Жар Птица. Что это за театральный художник время? Есть у вас версия? Или вы хотите обратиться к группе поддержки? Но группа поддержки тоже признаков жизни не подаёт. Видимо, версии нет ни у игроков, ни у группы поддержки. Это Лев Бакст. Париж был подлинно пьян Бакстом. Написали в начале 20 века парижские критики. Долгое время вы шли беспрепятственно и победительно, но на Бакст поставил вам небольшую подножку. Мы продолжаем игру с семьёй Горбатковых. С Галиной, Александром и Яной. Яночка, вперёд. Бросок. Оранжевый. Искусство 4. Буква. С. Назовите чудовище, сохранявшее в древнегреческой мифологии вход в подземное царство. Это... Циклоп. Время. Циклоп. Говори. Циклоп. Циклоп. Это неправильный ответ, потому что правильный ответ. Цербер. Пёс с тремя головами и змеиным хвостом. Со своими обязанностями чудовище справлялось настолько хорошо, что в дальнейшем его именем стали называть всякого свирепого стража. Вот такой в комментарии Шараповы. Вот кого мы хотим видеть стартующими. Стартующими. Давай-ка. Ксюш, давай ты. Давай мы сейчас Ксюшу один раз доверим. Инициатива перешла к Сении. Синий. География. Пять. Сейчас. Буква К. Этот город на территории современного Туниса был во втором веке до нашей эры разрушен римлянами. Что это за город на Букуках? Время. Тунис. Карфаген. Это Карфаген, говорит Сения. И попадает в самую точку. Так. На, держи. Иди. Поближе подойди только. Вот сюда, в левую сторону кидай. Желтый. История. Нет, не два, а четыре. Да. Удача. Очки удваиваются и переносят игрока вперед. И вы оказываетесь на букве Д. Вот буква Д. Вот. Под вашими ногами. Помещичьем доме этот крепостной заведовал столом, напитками, припасами и порядком в хозяйстве. Это был? Дворцовый. Ой. Это был? Дворецкий. Время. Дворецкий. Как? Дворецкий. Дворецкий. Почему так не уверена? Да. Дворецкий. Вот так и будем отмечать. Дачья кинуть. Красный. Продолжает игру семья Шараповых. Сюда иди, рядышком. Дашечка, чуть-чуть ближе. Кидай. О, пролетели. Желтый. История. Три. Буква. И. Ах, Дашенька, какие у тебя красивые туфельки. А какие носочки. Если бы у меня были такие носочки, я бы ни с кем не здоровался. Честное слово. Просто человек, это желтый. История И. Как называют народное восстание, вспыхнувшее в декабре 1987 года на оккупированных Израилем палестинских землях. Это восстание называется И. И. Далее. Продолжит семья Шараповых название этого народного восстания. Ирихунское? Не знаю. Израильское? Ирихунское. Это арабское слово. Арабское. В качестве подсказки могу вам сказать. Употребляется для обозначения борьбы арабского народа палестин и за независимость. Время истекло. Есть у вас какие-то версии? Версии у вас нет. Группа поддержки есть у вас. Прошу поднимать руки, если есть версии. Интефада. Интефада. Это интефада. Совершенно верно. Молодец. Да, сейчас. Это слово очень часто звучит в выпусках информационных и вообще в новостных программах. Ну что, будем считать, что это один оранжевый искусство букв Г. Буква Г. Этот выдающийся испанский архитектор в рубеже 19-20 веков работал почти исключительно в Барселоне и создал неповторимый облик города в стиле модерн. Что это за выдающийся испанский архитектор? Творец удивительных сооружений, которые поражают воображение людей во всем мире. Кто же этот кудесник, этот чудодей, не так давно ушедший из жизни? Кто же он? Он проектировал и частные дома, и промышленные сооружения, отдавал предпочтение дерзким техническим решениям и ярким цветам. Кто же это время истекло? Ваш ответ. Группа поддержки. Группа поддержки. А это... Гауди. Гауди. Это Антонио Гауди. Совершенно справедливо и точно было подсказано группой поддержки. Иди ты теперь, Ксюша, получите. Вот одной поддержкой у вас стало меньше. Красный Человек. Четыре. Буква. Л. Красный Человек. Л. Вот теперь, мои дорогие Шараповы, вам придется полагаться только на себя. Поддержки у вас больше нет. Как называется косметическая операция, связанная с подтяжкой кожи лица. Это то, что знают многие женщины, или даже почти все женщины. Лифтинг. Лифтинг. Это лифтинг. И результаты этой операции сохраняются до десяти лет. Да, было бы странно и смешно, если бы женщины на этот вопрос не смогли ответить. Вот давай. Дашенька. Подальше кидай. О. Даша выбрала историю. Желтый. История. Пять. Буква. Мягкий знак. Мягкий знак. Дашенька, ты знаешь какое-нибудь стихотворение? Да? А можешь нам его сейчас прочесть? Не трогай. Громко. Внятно. Доходчиво. Нет, с выражением мы не будем настаивать. С выражением, а может? Мне теперь не дай игрушек. Я учусь, побок парю. Но соберу свои игрушки и сережки подарю. Деревянную посуду я одарить пока не буду. Заяц нужен мне самой. Ничего, что он хромой. А медведь измазан слишком. Куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам и бросит под кровать. Паровоз отдать Лешке. Он плохой, без колеса. И потом мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не дай игрушек. Я учусь по букварю. Но я, кажется, Сереже ничего не подарю. Дашенька, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Пять. Пять. И уже она учится по букварю. Читает? Нет, буквы учат. Буквы только учат. Браво. Браво, Дашенька. Ваша руководителька замечательно справилась. Да, ты справилась. Ты выручила семью. Поздравляю вас. Дарья. Дарья. Как по отчеству? Витальевна. Витальевна. Итак, Дашенька, продолжает игру. Зеленый. Природа. Один. Буква. Буква Ч. Какое растение брахманы Индии категорически исключили из своего рациона, поскольку он порождает пылкие чувства, а это излишнее для мудрецов и святых? Что это за растение? Это? Чечевица. Чебрец. Чай. Думайте, думайте, пожалуйста. Вы сейчас перебираете всевозможные варианты. Растение. Растение, подожди, чай. 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 Да? Порождает пылкие чувства, чай? Да. Смотри, какой. Так, время истекло. Чайное дерево. Ваша окончательная версия? Чайное дерево. Чай. 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 Ваше окончательное мнение, это неправильное. Нет, неправильный ответ, потому что правильный ответ, это чеснок. Ах! А как просто, да. Именно он возбуждает в людях пылкие чувства. Да, прошу всех присутствующих сделать из этого соответствующие выводы. Кому-то налечь на чеснок, а кому-то наоборот ограничить его употребление. Итак, прошу Шохиных, Александра и Серёжу продолжить игру. Вы, как хорошо, по соседству сейчас расположились с семьёй Шараповых. Серёжа продолжает игру. Жёлтый. История. Серёжа верен себе, Шохины тоже верны. Ай-яй-яй-яй-яй. Страх. Очки удваиваются, но отбрасывают игрока назад. Четыре очка, выпавшие нам сейчас, умножаются на два, но идём мы не вперёд, а назад. Стало быть, на целых восемь клеток. Слышная и краткая. До буквы и краткий. Клетка сюрприз. Либо творческий конкурс, либо вопрос на быструю сообразительность. Я хочу, чтобы Серёжа, чтобы сохранить возможность продолжить игру, сохранить ход, он нам сейчас что сделает? Споёт или прочтёт стихотворение? А можно смешать? Смешить? Да. Нужно! То по ногам бегает, то во рту с ногами торчит. Кто по калидору бегает, чё же за окно летает? Кто это? Я чё-то не знаю. Кто это? Волк. Кто? Волк. Волк. Ну, погоди. Волк? Нет. Ну, в общем, своей цели Серёжа достиг. Он нас рассмешил. Он обещал рассмешить, не рассмешил. Даже при общей своей немногословности, так скажем. Чё ж ты так? И скупости проявлений. Я бы так назвал. Серёженька, ну что, продолжаем игру. Сходи. Нельзя. Нельзя останавливаться, надо двигаться вперёд. Итак. Давай, давай, давай. Кидай. Ух ты. Фиолетовый. Баб, буха. Ха. Название этой местности на юго-западе Москвы возникло в 17 веке по названию «Слободы». В ней жили ткачи, изготавлявшие белое полотно. Ну, скорее всего, это хамовники. Это хамовники. И белое полотно называлось хамовным. Давай. Ну что же. Мы уже практически наверстали упущенное. Вернулись туда. А вот начинали. Этот выход. Жёлтый. История. Опять история. Четыре. Какое замечательное попадание. Клад. Игрок перемещается на пять клеток вперёд. Пять клеток вперёд. К Серёжу очень хорошо сложились отношения с этой клеткой. Жёлтый. История. Б. Этот республиканец был среди тех, кто возглавил заговор против Юлия Цезаря. И по преданию, одним из первых нанёс ему удар кинжалом. Это был? Брут. Это был Брут. Марк Юний Брут. Молодец. И ты, Брут, воскликнул при этом пострадавший фиолетовый Москва. Это очень серьёзный прорыв. Шохины уже буквально в трёх шагах от финиша. И теперь они стоят на своей собственной букве. Будем надеяться, им повезёт. Вот этот архитектор, представитель стиля модерн, перестроил в Эмергерском переулке на средства Савы Морозова здание для художественного общедоступного театра. Этот архитектор... Шухов, наверное. Шухов. Шухов, считает Александр. Время идёт. У вас ещё есть время на обдумывание. И у вас ещё есть группа поддержки. Время истекло. Ну, Шухов. Другой версии просто нет. Ваша окончательная... Ну, другой нет версии. Это неправильный ответ. Правильный ответ Шехтель. Фёдор или Франц Осипович Шехтель. Мы предлагаем пройти на игровое поле Горбатковым. Ну что, Яна, как всегда, я думаю, что у вас есть все шансы на победу. Нужно только немножко форсировать усилие. Синяя география. Три. Буква. Л. Перед памятником, какому путешественнику английская королева Елизавета сняла туфли в знак уважения к своему соотечественнику? Это был памятник. Внимание, время. Что это был за человек, которому английская королева оказала такую высокую степень уважения? Выказала такое почтение. Время истекло. У вас нет. У вас нет помощи. Версия это Давид Ливингстон. Первый в мире исследователь Южной Африки, открывший водопад Виктория. Вы это знали или нет? Знали или нет? Да, кивает Галина. Они это знали. Но вовремя не вспомнили. Шараповы идут играть. Впереди всех Даша. Даша, жизнь. Даша. Ксюша. Ну пусть Дашу кидай. Иди поближе. Дашенька, поближе. Повыше Дашуль кидай. Пять. Ну ладно. Желтый, история пять. Да, история. История повторяется. Страх. Очки удваиваются, но отбрасывают игрока назад. Десять клеток назад, пять очков умножается на двое. Вы двигаетесь назад до клетки с буквой Л, но не теряете возможности продолжить игру. Вот ваш вопрос. Как звали воспитанника кардинала Мазарини, который правился в Франции согласно принципу государства? Это я. Людовик Четырнадцатый. Это был Людовик Четырнадцатый. Он официально стал королем Франции и Наварли в 1643 году. Людовик Четырнадцатый. Король Солнца. В сторонку. Однако я вижу, что Даша тоже метит на клетку история. История желтый, четыре, буква Х. Как в старину на Руси называлась даровая еда и выпивка на поминках, когда любой человек без приглашения мог сесть за стол. Халява. Халява. Это значит все. Это ваш окончательный ответ. Халява. Халява, да? Да. Все-таки. Не очень хорошее слово. Так на Руси называется сейчас. То, о чем идет речь. Но раньше в старину на Руси это называлось... Как? Иначе. Это называлось халтура. О, ну почти. Да. Увы, приглашаем на игровое поле. Это Шохиных. Здорово, Сергей. Шохиных, которые у нас лидируют. Сережа. Несомненно, благодаря Сереже. Сереже, который попадает туда, куда хочет. А хочет он в данном случае попасть на фиолетовый, на тему Москвы. Буква Ша. Опять буква Ша. Фиолетовый Москва Ша. Будем надеяться, что теперь эта буква сыграет вам в плюс. Поэт и сценарист, автор сценария фильма «Я шагаю по Москве». Это... Геннадий Шпаликов. Это ж... Геннадий Шпаликов. Совершенно верно. Давай, Сереж, последний. Ну что же, Сереженька, просим выбросить три очка. Да, лучше всего будет. Тогда вы окажетесь беспрепятственно на финише. Три. Не больше, но и не меньше. Будет больше, будет... То, что я сейчас... Четыре. Ну что же, тоже неплохо. Одну секундочку, я вам задам один вопрос Блиц. Вы понимаете, почему один, да? Четыре очка, три клетки до финиша, стало быть, на разницу. Вы получаете один вопрос Блиц дополнительный. Он не связан, напоминаю, ни с темами, ни с буквами сегодняшней игры. Подсказки ему тоже нет. И на его обдумывание времени не дается. Итак, какое государство в древности называлось Альбионом? Англия. Англия! Это правильный ответ. Я поздравляю вас с победой. И с тем, что вы выходите в финальную игру по розыгрыше вот этого суперприза. Телевизора и DVD-приставки. Поздравляю Сергея. Я поздравляю Александра. Подарки от торгового дома «Ступени» — это нежные творожные сыры, луговая свежесть. Всегда новые ощущения. Подарки от нашего спонсора компании «Русский шоколад». Смягчит гореть поражение, победу сделает еще слаще и весомее. Ничто не заменит русский шоколад. И, наконец, наш спонсор издательства «Аванта Плюс» дарит всем участникам сегодняшней игры энциклопедии для детей. В 2002 году коллектив издательства «Аванта Плюс» был удостоен премии президента Российской Федерации в области образования за создание этой книжной серии. Вот это книги для победителей. Это вам, Александр, и тебе, Сережа. А вот эти две энциклопедии для наших участников, наших юных участников. Спасибо вам большое за эту игру. Если вы хотите спастить все тайны, заключенные в книгах, начните с разгадки и магии букв, заключенных в нашем родном алфавите. Присоединяйтесь! АПЛОДИСМЕНТЫ